В жизни мы с вами наблюдаем, что во внешнем мире есть как бы две энергии. Есть энергия жадности, злобы, соперничества, конкуренции, зависти. Ее достаточно много в этом мире. И мы можем включаться в нее, как бы накапливая ту же энергию и отвечая тем же самым другим людям. Это наш первый выбор. Второй выбор – мы замечаем другую энергию, которая действует в этом мире. И мы начинаем впитывать ее. Это энергия добра, милосердия, чувствительности, сострадания, высших ценностей каких-то, настоящих знаний. Мы начинаем впитывать эту энергию, и тогда что-то другое происходит с нами. Смотрите, мы как бы такая губка, которая лежит. И вот в этом мире две разные энергии. И вот нам дается свобода. А что мы будем впитывать? В зависимости от того, что будем впитывать, тем и станем. И это наш выбор, кем мы станем. Это наша ответственность. Итак, в самом общем случае у нас всего два выбора в жизни. Первый выбор называется материализм. Что такое материализм? Материализм означает, что мы мыслим вот в таких категориях. Посмотрите, пожалуйста. Нужно очень четко понять, о чем идет, собственно, речь. Есть я, как личность. Я вот себя чувствую, я здесь сижу. У меня есть какие-то интересы, ценности, потребности, желания. И есть мир, который я наблюдаю вокруг меня. Разные обстоятельства жизни, люди, природа, вот эти возможности, которые в этом мире есть. И я, собственно, понимаю, что этот мир предназначен, как это сказать? Ну, то есть, как вам кажется, вот из этих двух кто главный? Вот в таком мировоззрении, когда есть я и мир. Ну, а мир, а что в нем такое? Он, как это, бездушный? Его нужно просто потреблять. То есть, он предназначен для моего потребления. Я потребитель. А, соответственно, мир – это среда потребления. То есть, это то, что я потребляю. Мы с вами так часто и воспринимаем, собственно, других людей, кстати говоря. Семинар, который Марина начала, он такой удивительный, потому что, знаете, вот чтобы отказаться от этой концепции и потреблять другого человека, нужно увидеть его как личность. То, что без этого, даже если мы живем муж и жена и живем друг с другом, но другого как личность не знаем, мы все время будем его потреблять. В общем, это одна концепция. Называется материализм. Вторая концепция очень интересная. Это концепция духовного сознания. И духовное сознание, знаете, все то же самое. Смотрите, есть я, есть мир. Но мы добавляем в эту схему третье измерение. Вот это вертикальное измерение. И мы говорим, что у этого мира есть высший источник. Вертикальное измерение. То есть это не просто мир вот с этой какой-то физической силой, какие-то физические обстоятельства, которые мы наблюдаем. Нет, в этом мире проявлена высшая энергия. Я приведу пример, о чем идет речь. Вот смотрите, например, когда вы приходите домой и вдруг неожиданно у себя дома обнаруживаете вот ту самую такую большую тарелку с пирожками. Вы же не считаете, что просто пирожки, они сами собой на тарелке возникли, как бы в процессе эволюции. Вот тарелка стояла, стояла, и как-то вот атомы там стали соединяться, и вдруг пирожки такие румяные появились. Такого же, нет уже у нас такого представления. Мы четко понимаем, если пирожки появились, то значит, кто-то их сделал. Причем не просто кто-то сделал, а что мы понимаем? Что это для нас было сделано. Мы же в свой дом пришли. Так, то есть есть кто-то, кто любит меня, и вот он эти пирожки для меня приготовил. То есть мы понимаем, что это не пирожки лежат, а что это лежит? Это лежит забота и любовь этого человека ко мне. И смотрите, и вот тогда эти пирожки становятся очень привлекательными, как-то сразу мы хотим их съесть, эти пирожки. Согласны? Потому что любовь нас всех интересует. Что я хочу показать через этот пример? Что вот если пирожки на тарелке лежат, смотрите, мы же понимаем, что у пирожков есть некий высший источник, который их произвел для нас. Поднимите руку, кто согласен, что у пирожков есть высший источник, который их произвел для нас. Этот высший источник у разного человека по-разному называется. У кого-то он называется жена, у кого-то бабушка, у кого-то, может быть, дочка или кто-то еще. Но мы понимаем, пирожки, они как бы произошли от кого-то. Они не сами по себе живут в природе такие, знаете, пирожки. В них энергия любви проявлена. И вот эта энергия любви, которая находится в сердце другого человека, она двигала его руками, когда он месил тесто. И он с любовью думал обо мне, когда он это делал, и он для меня это делал. Потому что у него было много, чем он мог бы заняться. Но это проявление его любви ко мне. Итак, когда мы говорим духовное сознание, мы говорим вот об этом понимании. Все, что мы видим в этом мире, мы понимаем, что это исходит из высшего источника. Это, иначе говоря, из этого высшего источника исходит огромный поток любви. И вот, собственно, через мир, через обстоятельства жизни, эта любовь, она приходит ко мне. Вот это духовное мировоззрение.